При поддержке паблика Фан Привет, котыны! Меня зовут Кристина Финг и вы смотрите программу Один на Один. Здесь мы сталкиваем между собой события, явления и даже людей, а вы потом решаете, что же из них круче. В прошлый раз вы выбирали между мужским и женским косплеем, и многие, да что уж говорить, почти все проголосовали за женский косплей. И знаете, о чем я подумала? Раз уж вы так любите женщин, может быть, сегодня поговорим о них? Красивые девушки против умных Принято считать, что если девушка хорошо выглядит, имеет хорошую фигуру и привлекательная на вид, то она из себя ничего не представляет, просто картинка. Именно таких стереотипных красавиц можно встретить практически на каждой вечеринке, в каждой ночном клубе, да и на улице. Они считают, что внешность это главное, пользуются популярностью в своих кругах, встречаются со всеми парнями подряд, но совсем не задумываются о том, что кроме красивой оболочки в человеке должно быть еще и наполнение, иначе как можно с ним общаться? Представьте, вы молодой и успешный человек, который хорошо выглядит и много чем увлекается, и вы ждете в гости девушку, красивую девушку. Вы рады ее видеть. Поначалу вам очень нравится находиться с ней рядом, смотреть на нее, ожидать закономерного продолжения знакомства, но вам не дает покоя мысль, что кроме внешности в ней ничего примечательного нет. Вам не интересно слушать ее рассказы о том, как она сходила в магазин. Вам нет дела до пустых сплитий на ее подругах. При виде ее вам хочется лишь одного. И когда она уходит в ванную припудрить носик, вы слышите еще один звонок в дверь. Мужчины часто говорят, что хотят видеть рядом с собой девушку, которая будет для них поддержкой. Будет не просто радовать глаз, но еще интересной в общении, полезной в делах, сможет поддержать в трудную минуту. И ведь таких в нашем мире немало, но ведь умные девушки не всегда бывают еще и красивыми. Поэтому внимание мужчины привлечь несколько сложнее. Никто не захочет узнать о твоем богатой внутреннем мире, если твоя внешность не вызывает интереса. Когда вы открываете дверь, вы увидите именно такую девушку. Всем своим видом она дает понять, что она не глупая, что любит читать, что много чем увлекается. И этим она вас привлекла. Вы приглашаете ее на кухню, увлеченно слушаете все, что она говорит. Вы обсуждаете книгу, которую она читает, а потом выясняется, что вам тоже нравятся такие книги. После нескольких минут разговора вы понимаете, что общение с умной девушкой – одно сплошное удовольствие. Но вы и подумать не можете о более близком контакте с ней. Просто подруга. И только так. Все из-за внешности. И вот вы уже и думать забыли о своей красивой подруге, которая застряла в ванной перед зеркалом. Еще бы. Ведь у вас есть большая коллекция книг, которую вы хотите показать своей новой знакомой. А красавица тем временем выходит из ванной. Искренне удивляется тому, что вы так быстро нашли себе другую девушку. И разумеется злится. Хочет понять, как это вообще так. А вы оказываетесь перед сложным выбором. Пока мы молоды, мы редко задумываемся о будущем. О семье, которую мы создадим. О личном счастье в этой семье. Для мужчины очень важно выбрать правильную спутницу жизни. Красивая, но не слишком умная девушка вряд ли сможет стать хорошей женой и матерью. Сделать мужа по-настоящему счастливым. Довольным? Да. Но лишь в начале знакомства. Умная, но не очень красивая девушка наоборот. Она будет заботиться и о муже, и о семье, которую создадут с ним. Чтобы сделать правильный выбор и не ошибиться, нужно слушать свое сердце. Думаю, многим хотелось бы спать с красивой, а жить и общаться с умной. Но так не бывает. Красота или ум? Это вы должны выбрать сами. Не забывайте, что при большом желании красивая девушка тоже может начать читать. И интересоваться не только шопингом, но и другими очень занятыми вещами. А умные стоят лишь немного заняться собой, и изменения не останутся незамеченными. Помните и о том, что в мире достаточно и умных, и красивых одновременно девушек. Просто иногда стоит копнуть чуть глубже. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и голосуйте за умных или за красивых девушек. Хорошенько обдумайте свое решение. А с вами была Кристина Финк. Заходите на мою страницу ВКонтакте, чтобы видеть больше косплей-фото и видео со мной. Пока, котаны! Я буду радоваться, как красивая девушка, которая резко поумнела, если ты подпишешься на канал. А еще посмотришь топ-5 фантастических и уже доступных технологий и предыдущий выпуск один на один мужской косплей против женского. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!